В ленте, гори смелее, лети по ветру, да, пеплом по ветру, сохранимся на этом моменте. Вы вспоминали о Аризоне, это как это было-то, сколько лет назад? Более десяти. Более десяти лет назад? Более десяти, и причем тогда я даже не мечтала о том, что я буду выступать. То есть у меня же не было такого с детства, что я вот мама, я буду певицей. И так далее. Мама, ты же знаешь, да? Мама хотела, чтобы я была... Выгодно вышла замуж. Как все мамы хотят, чтобы выгодно вышла замуж. Скажи, как вы живете? Что вообще происходит? Мы сейчас активно работаем на своей студии. Делаем также на заказ. Музыку разную, там, от джаза до музыки для рекламы. Собственно, пока гастролей нет, зарабатываем на продакшене. И также для себя делаем продакшен. Планируем альбомчик списать. Чаешь, якши, окши море, в лаги, не теплие слова, бачишь, як втекают зори, по навече за края. Да, поселфимся, поселфимся. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ча-ча, ты отстала вообще от гендерных трендов. Серьезно? Ты что, мужчины сейчас... Не в моде? Понаблюдай на каком-нибудь популярном заведении на входе, постой какое-то время и обрати внимание, как себя ведут мужчины. Обязательно заглядывают в зеркало. Обязательно. Ты что? Кстати, да, и в моей деревне, в которой я жила, очень многие думали, что я вышла замуж за Харьковского мажора. Но никто не знает, с чего мы с Коля начинали. Что он меня на скутере забирал с работы. Боже, как трогательно. Да, и у нас один скутер украли. Он приехал ко мне однажды вечером, привязал его к трансформаторной будке и утром пьем кофе. Он такой, Марин, говорит, а скутера нет. Я говорю, где? Говорит, его украли. И я так расстроена, говорит, не переживай. Он уже такой старый был, говорит. Слава Богу, что его украли. Говорит, какие-нибудь чинить, говорит, и на зиму ставить, короче, в какой-нибудь оплачиваемый гараж. Поэтому вот это вся суть Коля. Он во всем находит позитив. Сегодня здесь презентация. Все говорят клипа. Все ждут клипа. Это все такие клип? Ну, скорее всего, это муд-видео. Мы не так не можем разобраться. Но клип это немножко другая вещь. В клипе должна быть словая нагрузка все-таки какая-то. А тут просто у нас красивая картинка. Вначале была песня, правильно? Да. Потом появилось видео, которое вы смонтировали на эту песню. Специально снимали? Как это было? Да, конечно. Ну, все же прекрасно понимают, что сейчас карантины. У музыкантов не так много работы. Ее вообще нет, как бы, у группы. У группы нет. Я сама столь на выступаю. Очень благодарна тем заведениям, которые меня любят и зовут. Вот. И мы решили снять муд-видео. Муд-видео это что-то... Это как бы клип. Это не просто сняли, да, на телефон и так далее. Но тоже есть определенная задумка, вложение в образы и тому подобное. Но даже смотря его, я понимаю, что это не что-то вау, да. Там никто не скажет, что такой клип сняли. Нет. Но мне за эту работу не стыдно. Это первое. Во-вторых, я считаю, что это классная работа. Меня в ней, наконец-то, даже, может быть, по-другому открыли. Вот. Сегодня вы увидите. Я раньше никогда не думала, что мне будет так комфортно в таком образе. Я была, кстати, между прочим, когда-то королевой дискотеки. Куда это все ушло? Почему сейчас, перед съемкой клипа, я покупала даже курсы, танцы, и вспоминала, как это все. И потом смотрю, как, подождите, а бедра-то двигаются. Это же все было когда-то, и волны красивые, и все было. В общем, не теряйте себя, друзья. Не теряйте ни в коем случае. Субтитры сделал DimaTorzok